У каждого участника было только несколько минут для рассказа своей истории. Для некоторых ребят это был первый опыт выступления перед публикой. Жюри оценивало не только смысл рассказа, но также подачу и ораторские способности конкурсанта. Стори-теллинг – это искусство, мастерство рассказывать истории, желательно о своей жизни. Сегодня у нас финал, то есть лучший из лучших. Сегодня борются за звание победителя, чемпиона по стори-теллингу. На тему «Я выбираю жизнь в семье». Из 140 заявок на участие до финала дошли только 12 конкурсантов. Участники набрались из университетов Приволжского федерального округа, а также из соседних регионов. Заявочная кампания стартовала в октябре этого года, а уже в ноябре прошли первые мастер-классы с наставниками по стори-теллингу. Не все знали, что такое именно стори-теллинг, не все знали именно искусство того, как нужно рассказывать истории. Ребятам необходимо было объяснить, что такое собственно стори-теллинг. Нужно было показать некие фишки, как улучшить свое ораторское мастерство. И вот наши топ-спикеры, они обучали их. И вот сегодня уже мы видим лучших из лучших спикеров. Победительницей турнира стала студентка второго курса Института управления экономикой и финансов Казанского университета Лилия Гатина. По словам девушки, о конкурсе она узнала совершенно случайно. А вот ее рассказ был про свое детство. Эти мастер-классы очень классные на самом деле оказались. За эти пару дней я прям окунулась в атмосферу стори-теллинга, познакомилась с очень интересными людьми. Я была очень стеснительным ребенком на самом деле. И моя мама поменяла во мне все, переобразовала меня. Получается, разбудила во мне веру эту в себя. Лев Дюденко, Велета Басова, Универ Ньюс.